Всем привет, с вами президенты галактики и мы продолжаем играть в тропика. Продолжаем жировать, просто я бы даже сказал, у нас огромное количество денег, у нас хороший рейтинг, все меня любят на этом острове. Замечательные жители, замечательная погода. Я надеюсь, так и будет, и не будут никаких опять цунами, ураганов и прочей гадости. Вот, мы продолжаем развиваться. Нам в этой серии, я бы хотел, во всяком случае, довести международные отношения со всеми государствами до 90 и выше. Для этого давайте мы для начала посмотрим торговые пути. Так, нам нужно ЕС и Ближний Восток. Да, давайте попробуем поискать что-нибудь, что мы можем... Так, 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 это все неинтересно. Может быть на импорте тоже отношения будут повышаться, но не повышаются. Мне интересен только ЕС и Ближний Восток, и все. О, на Ближний Восток закупать природный газ у Ближнего Востока. Ну, давайте один кораблик сюда добавим. Если это повысит на 20 репутацию с Ближним Востоком, то это будет действительно хорошо. Дальше. США. Международная репутация. Мебель я не произвожу, к сожалению. Ничем помочь им не могу. Меня еще интересует ЕС. ЕС. Бананы, да, давайте отправим им бананы. Немножечко бананов. Один кораблик. Мебель, да, не произвожу. Доски тоже уже не мое. Так, ну хорошо. Стартуем и посмотрим, что у нас получится. Что у нас получится со всего этого дела. Через 6 месяцев можно будет похвалить Ближний Восток, допустим. Да, главное, чтобы отношения с остальными державами не падали. Вот. В целом, в целом жизнь идет просто отлично. Единственное, что проблема, да, небольшая у нас с туризмом. Мало кто. Ну, я слишком много настроил этих отелей хороших таких, да. Может, кстати... Нет, 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 нет. Бюджет тут не зависит. От бюджета ничего не зависит, будут ли или не будут заселяться туристы. Зато вот эти наши загородные отели очень хорошо работают. Ну, денег они, конечно, приносят мало, да. Но все равно неплохо, неплохо. Так, работает ли в убыток? Все, много чего работает только в убыток. Может быть, если открыть только для туристов, допустим. Только для туристов. Может, что-то изменится. Но я в этом очень сомневаюсь. Потому что это имеет смысл делать только, если у нас наших жителей очень много, да, пользуются вот этими, ну, разными развлекательными учреждениями. Тогда имеет смысл делать только для туристов те или иные развлекательные учреждения. А так смысла, я думаю, что нет. А, да, я в прошлой серии издал указ, который повышает... Что-то он повышает, я уже не помню, что он повысил у Мордигра. Качество услуг в развлекательных заведениях и уровень преступности повышает. Давайте мы посмотрим на уровень преступности. И он у меня просто великолепен. Ну, точнее, борьба с преступностью у меня просто великолепна. На очень хорошем уровне держится. Но я бы хотел построить еще, наверное, где-нибудь дополнительный супермаркет. Правда, сложно определить где, потому что, ну, вот может быть где-то здесь даже, да, вот так вот бахнуть супермаркет один. И еще один супермаркет. Тут у меня один стоит. Кстати, где-то вот здесь, вот я думаю, можно будет поставить супермаркет еще один. Как тут у нас люди живут? О, живут, причем очень хорошо здесь живут люди. Полностью забит отель. Давайте мы тогда... О, кстати, у них разный вид еще есть, да? Я, правда, разница... Что-то я разница... Разные... Разная высота у них, да? Давайте вот здесь вот построим, построим еще два таких домика. И новое задание, новое задание. Кто не разделяет их ценности с тем... С удовольствием, с удовольствием. Просто вот так вот на... Мы позвонили в Центр дипломатических отношений Евросоюза. Если вам нужна финансовая помощь... Пожаловаться на Евросоюз. Может, пожаловаться на Евросоюз? Если вы хотите перейти на Евро, нажмите 3. Но если репутация упадет с ними... Чтобы пожаловаться на Евросоюз, нажмите 3. Ну, не хочу. Мне как-то стремно немного. Так, 93. Через два месяца повышаем отношения с Ближним Востоком с помощью похвалы или делегации. И мы получим достижение, то, которое я хочу получить. Это здорово. Так. Тем временем, пока у нас еще два месяца есть, не будем же мы сидеть сложа руки, а мы будем заниматься производством, наверное, еще производством, потому что, кстати, насчет гидропонных фирм. Они построились? Одна построилась. И как тут? Давайте улучшим по максимуму. О, смотрите, работники пришли работать. Давайте мы даже зарплату поднимем. По-моему, неплохо. Они компактные очень, то есть нету, собственно, поля у этого здоровенного такого, да? Компактные, там, 3 на 3 или сколько получается? 3 на 4, 3 на 5 занимают. Очень-очень-очень классные штуки. Если все улучшить, да, но это нужно, чтобы у нас было много образованных граждан. Образованных граждан, ну, хотя бы, которые среднюю школу закончили. У нас не так много, к сожалению. Так, мы похвалим. Давайте похвалим Ближний Восток и... И... А! Отношения США упали. Мерзкие США. Как они могли? Давайте что-нибудь им впарим, я не знаю, или что-нибудь у них, может, купим. Сигары. Отношения с Россией немного упадет. Но США возрастет. Как же они так не вовремя-то, а? Не вовремя. А потом с ЕС упадут к тому времени, пока я с США подниму отношения, да? И так, так по кругу будет. Ну, хотя, с другой стороны, мы там с 30 практически подняли отношения, да? А тут уже... Чего? Железо закончилось у нас. У нас закончилось железо. Это очень обидно. Но мы можем железо покупать. Так. Железо. Можем покупать у кого? Из Венесуэлы. Вообще, по себе стоимости прям. Давайте будем покупать железо. Потому что я не хочу, чтобы у меня простаивал сталелитейный завод. И, соответственно, чтобы у меня автозавод простаивал. Они уже простаивают обои. Так. Может, еще что-нибудь к США можно... А, сигары мы уже им впарили. Может, еще сигары? О, бананы. Бананы в США отправляем. И еще одни бананы в США. Ну. 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 И, я не знаю, кукурузу буду покупать у вас. Давайте, давайте. Отношения. Растите. Давайте скорость чуть-чуть включим. Не. Не. Как-то не. 99, 90, 100, 94. Новое задание. Сиденты. Я слышал, что сейчас модно участвовать в проектах. Отлично. Так. Давайте мы построим... Что нам надо построить? Что мы можем такого полезного действительно построить? Контор дальнобойщиков еще. А, может, кстати, автостоянок немного, да? Мне кажется, это было бы неплохо. Довольно-таки неплохо построить еще парочку автостоянок. А, ну-ка, подождите, как тут кого-то я тут видел. Твой дедушка был настоящий. Разве тебя? Разве криминальные авторитеты я видел? Мне показалось, что там кто-то... Ну, другой значок был. Значок повстанца. Давайте мы сейчас посмотрим. Особый гражданок. Лидер. Повстанец. Повстанец. Вот лидера повстанцев мне надо найти. Простые повстанцы мне не интересны. Так. Давайте мы строим сразу же автостоянку. Я думаю... А тут у меня, по-моему, была одна где-то, да? Нет? Не важно. Давайте построим. И... Еще одну где-то вот здесь мы тоже подстроим. Подстроим. А тут у меня была точно где-то вот тут, по-моему. Так. Ну, хорошо. Не суть. Давайте раз такое дело, мы попробуем сейчас указ какой-то подыскать. Подыскать. Нет, полиция. Нет. Смотрите, как ни странно. Активные мятежники должны быть, чтобы тот угас использовать. Ну, я даже не знаю. Давайте перепись населения еще 89 месяцев до следующей переписи. Ладно. Не важно. Не важно. Тогда ждем. Ждем пока отношения... 90 с США, 89 с Китаем. А что ж ты будешь делать-то? Китай. Сахар есть. Больше никаких пока отношений нету. Жалко. Жалко очень. А получается вот этот вот указ 109 месяцев. Ой, простите, пожалуйста. Тихо, тихо, не трясись. Микрофончик. 109 месяцев придется нам ждать, чтобы издать повторно этот указ. Замечательный, который на 20 увеличивает отношения. Эх, так хорошо было-то, а. Вот-вот почти. Вот оно почти счастье. Вот оно почти достижение в кармане. А ждать еще 6 месяцев придется. Да и то. Если повезет. Нормально. Давайте, может, порт еще один тогда построим. Куда мы тут еще можем всунуть еще один хотя бы порт? Порт вот сюда, например. Так. И дорогу. Дорогу, дорогу, дорогу. Как мы соединить-то дорогой? Вот так. И как-то... О, смотрите, как симпатичненько получилось. Быстрое строительство. И будем надеяться, что сейчас вот так вот. Хоп-хоп. Ну, работники пошли. И давайте мне какую-то сделку с Китаем еще одну. Нет. Консервы. Берем консервы у Китая. Прикупим немного. А, кстати, если консервы производить, то уровень... Да? Довольство едой возрастает. И разнообразие в пище должно повышаться. Насколько я понимаю. Вообще интересно. Так. Ближний Восток 99. Теплота. Китай 88. Ну? Будем надеяться, 89. Ну? Еще два месяца осталось ему. Я смогу их похвалить. Главное, чтобы при этом отношение с другой какой-то фракцией у меня не упало. Кстати, 90 уже с Россией. Тяжело. Тяжело так обыграть. Президент, мы обнаружили будущее. Понятно, будущее. Давайте сразу будущее поставим в очередь. 90, 90, 91. Так. Есть со всеми фракциями, со всеми странами и государствами 90. Но где мое достижение? Непонятно. Может, там какие-то подводные камни, о которых я не знаю. Давайте поищем. Так. Посмотрим быстренько. Достичь уровня отношения выше 90. Наверное, просто 90 не считается, да? Может быть. Я так скучаю по старым добрым временам, когда простые люди... Примем. Возьмем пока что это задание, а там посмотрим. 100, 90, 91, 92. Давайте делегацию отправим. Я отправил делегацию, а отношение с ними не повысилось, как ни странно. А я-то надеялся, что делегация какую-то пользу определенную несет. Видимо, нет. Видимо, нет. Ближний Восток, значит, нам надо и ЕС. Ладно. Что вы можете предложить интересного нам? ЕС, бананы, ананасы. В ЕС. Так. Ближний Восток. Так, 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 так. Что у них интересненького есть? ГАЗ. Это не они, это у нас Венесуэла. Куба. Так. Кстати, вот ткани можно в США отправить. Окей. Беру. Так, электроника. Автомобили. Ну, автомобили у меня, по-моему, стоит сейчас производство автомобилей. Ром. Кстати, вот ром, да, можно запросто отправить. Но с Ближним Востоком, блин, а как там флаг Ближнего Востока? Или просто я не вижу упор? Наверное, не рисует ваш флаг Ближнего Востока. Как там ваш флаг выглядит? Тут не рисует ваш флаг Ближним Востоком, блин, что мы до 90 с плюсом подтянулись, и уже у нас 1 миллион набрался. Бабки идут и идут, а я их уже никуда не трачу, да, давайте мы, значит, построим свой консервный завод. Консервный товар из кофе, рыбы и ананасов. О, кстати, весьма неплохой, и, кстати, небольшой такой, как оказалось. Давайте построим здесь консервный завод, прямо так, посреди вот этого безобразия тут. Ну, с другой стороны, люди хотят жить возле места, где они работают. Мне кажется, это действительно здорово. Упаковщик, автоматическая линия. Когда вы едите свежие фрукты, срывая их с кустов и деревьев, растущих на нашем девственном острове? Вам надоел запах свежей рыбы, жарящейся на мангале на пляже? Лично мне нет. Но если вам все это надоело, наше любимое правительство специально для вас построило завод, на котором все это складывают в жестяные банки и добавляют туда консерванты. Так, мы еще можем построить шоколадную фабрику. Тоже, мне кажется, будет весьма неплохо. Какао и сахар у нас тут есть, да. Мы быстрым строительством сейчас забабахаем. Шоколад Либертат добавляет дополнительный цикл производства шоколадной фабрики из молока и какао. Хорошо. Я не против. Это тоже повысит, наверное, разнообразие в пище наших тропиканцев. Ну, я так думаю, предполагаю. Ну, а потом мы посмотрим, чем это все закончится. Так, что еще? Что еще нам нужно сделать? Еще нужно построить больше сторожевых башен. На острове у нас это точно. На всякий случай, если вдруг война. А у нас есть башни, на которых мы поставим пулеметы. Так. Так. Куда-нибудь сюда. Куда-нибудь сюда. Куда-нибудь сюда. Там есть... Чего я, собственно, все это дело зател? Потому что там есть достижение построить 20 башен. Куда-нибудь сюда, мне кажется, было бы неплохо. Кстати, здесь... А вдруг отсюда будут десантироваться? Интересно, когда с воды наступает. Это можно называть десантированием? Я просто не в теме. Или нельзя? Друзья, так, хорошо. Ммм, шоколад. Ммм, не могу говорить. Ммм, нужно есть. Ммм, райское наслаждение. Ммм, еще! Да. Так, ну и я быстренько их тоже дострою. Так, я их, по-моему, слишком много тут начал строить, да? Слишком много. К вашим услугам. Криминальный авторитет. А, смотрите, с ним, по-моему, тут... Или это просто... Ближе нельзя. Просто бабушка какая-то. Выглядит как бабушка. Так. Давайте достроим сейчас быстренько башенки. Башенки, башенки, башенки. Работников нам не хватает, да? Как обычно, с образованием в средней школе. Но зато... Вот, смотрите. Зато сразу средняя школа заполнилась студентами. Это очень здорово. Давайте мы построим еще одну среднюю школу тогда. Вот здесь вот я хотел ее построить, но она сюда не влазит. А почему она не влазит? Наверное, слишком близко другая школа. И тогда мы построим среднюю школу вот здесь. Рядышком с музеем тоже. Все, мы через быстрое строительство теперь строим, чтобы не ждать. Модернизируем по максимуму. Вложим бабла по максимуму. Ну вот. Ну и будем надеяться, что будет от этого определенный смысл. И толк. Смысл там есть. А толк? Посмотрим, будет или нет. Так, что? Башенки. Где еще вас надо достроить? О, есть. Башенная защита. Отлично. Рейтинг наш начал потихонечку падать. Давайте посмотрим, почему. Здравоохранение понизилось. Да, наверное, надо построить еще где-то... Не знаю где, но еще больницу. Кстати, посмотрим сейчас первым делом, как у нас с энергией. Еще тысяча энергии доступно, так что все нормально. Так. Больница. Или может быть маленькие клиники. Или больницы сразу. Че париться с маленькими клиниками какими-то? Так, 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 так. Давайте здесь построим. И улучшим. Улучшим, говорю. Окей. Посмотрим, будет ли разница сейчас. Здравоохранение. Пока что 67. Пища 72. Так, борьба с преступностью немного понизилась. Работа повысилась. Религия. Религия. Может быть построить еще... О, кстати, у меня здесь, по-моему, церкви нет. Надо построить здесь церковь. Почему бы нет? Почему бы не построить тут церковь? Там почему-то она не хочет строиться. Там, где я хотел ее построить. Ну, ладно. Построим здесь. Так. Хорошо. И что в итоге у нас получилось? Немножечко поднялся уровень религии. Свобода на высоте. Жилье тоже весьма-весьма. Здравоохранение пока что слабенько. Может мне надо здесь еще с этой стороны где-то больницу построить? Может тут переполнена она просто? 374. А вот в этой больнице давайте посмотрим. 380. Если честно, я даже не знаю. Построить одну курортную гостиницу. Запросто. Давайте построим. Мы уже знаем, что такое курортная гостиница. И давайте построим. Теперь ее с удовольствием. Так. Хоп. Хоп. Отлично. А вы очень популярны на Ближнем Востоке. Как я погляжу. Деньги в банк. Так. Теплота. Тепло в Китае. Давайте мы похвалим их. Короче, делегации. А делегаций толку нет. Делегации имеют... Смысл только в США, по-моему. Да. Снова жара. Эх. Так. Сколько там нам осталось ждать до... О. Пожар. Субсидирование. Ранние выборы. Компания по дискредитации. Так. 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 Сухой закон. Госдолг. Это все неинтересно. Туристическая компания. Давайте бахнем еще раз. Туристическую компанию. Не туда. В указы я хотел. И через 75 месяцев мы сможем еще разок поднять отношения всем. Так. Рассить. 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 А тут нам чего не хватает? Шек... Нет. Всего хватает. Ждем просто производство, что ли? Или чего мы ждем? Я что-то не понял. А. Какао. Какао. Я какао не заметил. Ладно. Давайте. Рассить. Что нам еще надо здесь? Обеспечить водой. Обеспечить водой. Так. Ну, вроде бы все остальное нормально более-менее работает. Я надеюсь. Так. Олимпийские игры мы еще раз провести не можем, к сожалению. Давайте тогда... Мы победили приз... Отлично. Не хватает нам какао, да? Давайте построим гидропонную какао-ферму. Какао. Ну, вот, в принципе... Нет. Плоховастенькое такое место. Не то чтобы плохое, но, наверное, плоховастенькое. Немного. Так. Хорошо. Новое задание. Ближнего Востока дали понять, что желают... А, еще кабары. Так. Как там у вас... У нас с Ближним Востоком? Президенты, мы наконец-то нашли... Так. Швейцарский банк. И это вот... Давайте построим еще два кабары. Почему бы нет? Надо просто один район для кабары устроить какой-то. И там кабары, кабары, кабары. Одно что было и все. Больше ничего. Кроме кабары. Только одно кабары. И все. Лучше бы казино. Уже не знаю, чтобы разнообразить как-то... Кабары, кабары. Заладили со своим кабары. Так. Есть контакт. Два новых кабары. А вы очень популярны на Ближнем Востоке. Давайте еще бабки в швейцарский банк. И я могу, по-моему, да, улучшить. Еще поднять уровень. Ага. Хорошо. Дополнительная денежка каждый месяц к нам идет. Или каждый год, я уже не помню. Неважно. Главное, что идет. Так. И давайте смотрим в альманах. Религия до 70 поднялась. Хорошо. Здравоохранение до 80. Развлечение. Так. Борьба с преступностью. Ну, давайте попробуем побороться с преступностью еще немного. Немного. Тем более, что, ну, это определенно полезное для меня занятие. Так как каждый полицейский уговаривает одного гражданина тропика голосовать за меня. Так. Где у меня еще такие прям красные? О, вот здесь однозначно надо построить. Осталось только придумать, как разместить. О, пойдет. Правда, я не знаю, где я буду брать... А, тут дороги нет. Блин, а мне показалось, что здесь вот эта вот дорога. Ну, понятно. Понятно. Так. Тогда... Тогда подождем и сейчас перестроим. Как-нибудь вот так. Поставим и дорогой соединим. Хорошо. Давайте быстрым строительством забабахаем по максимуму. Так, кстати, колледж я еще хотел посмотреть. Колледж 10 выпускников есть. Давайте я построю еще один колледж. Колледж, колледж, колледж. Я думаю, можно где-то его тут расположить. Тоже быстрым строительством. Смотрите, я 200 тысяч умудрился потратить. Ю-ху. Так, хорошо. А, это, кстати, третий уже колледж, да? У меня тут еще один есть. А, не, ну нормально. Тут тоже все хорошо. Колледжи работают на полную. А школа, кстати, это давайте... Можно еще одну даже школу построить. Определенно. Давайте мы где-то здесь ее построим. В этом районе. Почему я сюда ничего не поставить не могу? Что это за безобразие? Давайте школу поставим. Рядом с атомной электростанцией. Почему бы нет? Почему бы нет? 8 студентов. Студенты сразу забиваются. Мне кажется, что можно даже еще одну построить. школу. Колледж, наверное, не стоит. А вот школу, я думаю, можно. Сразу модернизируем. Тут я не модернизировал. Нет. Поставим. Окей. Так. И давайте посмотрим еще разок на альманах. Как у нас борьба с преступностью. Ну, так себе. Развлечение. Было выше просто, да. Не то чтобы плохо, но было выше, да. Жилье. 89. Религия. Как мы можем повысить? Повысить. Хоть бери и строй кафедральный собор. Где мне не хватает? Религии-то. Вот в чем вопрос. Где же ее не хватает-то? Тут где-то мы строили, да, церковь? Стоп. Мы тут строили церковь. Вот она, я вижу. Оп. Попал. Но тут мало жителей ходят в эту церковь. А в эту? В кафедральный собор? Ну, в принципе, немало. Президенты. Весь тропик удержится только благодаря вашей воле. Без вас весь остров обратится в прах. И пропадет навсегда. Ну, я возьму пока что это задание. Пока других у меня все равно нет. Но я не думаю, что я буду издавать такой указ. Так. Ну, вроде больше пока ничего интересного нет. Хорошо. Оу. Оу. Тише, тише, тише. Тише, тише. Электричество закончилось. Понимаете ли? Давайте посмотрим, в чем, в чем проблема. Как у нас то, что, что, что вообще? Выход энергии, потребление энергии. Доступна энергия 92. Где-то тысяча энергии пропала. Уголь. Может быть, закончился уголь, да? О, вот здесь. До сюда я построил метро, а не построил эту... Под станцию, чтобы распространилась энергия сюда. Так. Хорошо. Хорошо. Давайте мы, значит, что тогда? И, кстати, где-то здесь, наверное, тоже. Президенты, в следующем году тропиканцев ждут выборы. Они мечтают продемонстрировать. Да, да, да. Выборы, выборы. Вечный президент будет вечно президентом. Как бы это ни звучало, но именно так и будет. У меня есть волшебный еще, волшебный указ, который... Да, где-то волшебный. Вот сокращение налогов. 300 тысяч, и меня все должны полюбить. Ну, я так думаю. Но если вдруг рейтинг будет резко падать, то... Мне кажется, что все будет классно. Так. 130. Можно, кстати, попробовать кинокомплекс еще где-то снизу там поставить. Но сейчас нам надо подумать. А вот тут опасная была ситуация на самом деле, да? Энергия начала пропадать. Пропадать энергия начала. Почему? Непонятно. Ладно, давайте мы закажем. На самом деле уран мы покупаем. Железо, кукурузу, уголь. Давайте добавим пару кораблей с углем. Природный газ у меня, ну, должно его хватать. Я так предполагаю. Международная репутация. Давайте, вон, природный газ у них будем покупать. На всякий случай. Так, уран. А уран может, кстати, мы можем у кого-то не в Мексике покупать, а найти какую-то, кстати... Можем продавать. Нет, продавать природный газ я не собираюсь. Что мы можем продавать? Так это ткани мы и так продаем, добавят. Давайте добавим кораблик, еще один. Сигары. О, не-не-не-не, отношения с... Хотя, минус пять всего. Давайте вообще посмотрим, что там у нас получилось с этими отношениями. Не хватило мне там чуть-чуть дотянуть. Почему бы нам не пригласить папу? Чуть-чуть. Верующие довольны вашей духовности. Чуток не хватило дотянуть до отличных отношений. Кстати, все отношения... Ага. Упали опять до... Прошел вот этот вот эффект. Ух ты. Так, электричество заканчивается. Надо сейчас быстренько кого-то похвалить. 48. Кого? 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 ЕС. Похвалим. ЕС. Давайте. Так. И... Где наши электростанции? Чего нам не хватает? Уголь. Ну тут, по идее, уголь здесь не нужен, на самом деле. Уран здесь тоже вроде как есть. Все? Все позеленело, да? Все нормально? Наверное, перебои где-то с поставками урана там или еще чего-то. Мне кажется, что из-за этого проблемы. Я не знаю. Давайте построим еще контор дальнобойщиков. На всякий случай где-то вот на вот эти, возле этих портов. Да, я не знаю. Три штуки я поставлю, чтобы наверняка, чтобы уже точно успевали вывозить. Ну хотя тут как бы неизвестно, как все это дело работает, но... У нас есть возможность повлиять на... Нет, не надо. Все под контролем, пенультима. Все под контролем. Так. Но вообще, если у нас, да, энергия так упала... Да, выход. Энергия упала. Надо построить еще одну электростанцию, мне кажется. Стали известны результаты. Да, да, да. Потому что я сейчас начну строительство чего-то там, улучшения, да, и всякой ерундой буду заниматься, и где-нибудь провтыкаю, у меня отключится весь город от сети, и все. Похоже, нам не удалось произвести впечатление на папу, и он отказался приезжать. Да. Это отличное задание, просто заглюченные такие. Начинает действовать мне на нервы. Позвать... Давайте помолимся. Так. Окей. Кстати, как там у нас туризм идет? 4, 7, 0, 10, 0, 0, 0. Вау. Фантастика. Просто фантастика. Никого в отелях вообще нет. Столько отелей стоит, и они все тупо пустые. Это грустно. Немного. Так. Сокращение налогов нам не надо. А, кстати, это у нас, да, активируемый. Я думал, он раз и навсегда. Ну, раз такая пьянка, давайте издадим этот указ. Издадим, опять же, указ... Так, снижает стоимость, это неинтересно. Издадим указ... А, у меня туристический так идет сейчас этот. Бум. Ну да ладно. Ну да ладно. В принципе. Да, я хотел посмотреть, как там школы наши, которых я уже наштамповал кучи. О, хорошо. Есть свободные места в школах, это меня радует. И появились свободные места еще и в колледжах. Супер. Да, я хотел построить... Обсерваторию. Ой, маханька какая. Ну, возвышенности у меня нету, к сожалению. Или она так, бац, и поставил, и все. Нет? Наверное, нет. Не получится ее так поставить вот где-нибудь тут. Жалко, конечно. Жалко. Я бы поставил бы. Классно тут смотрелось. Но возвышенности нету, к сожалению. Зачем делать здания, которые имеют бонус, если... Ну, при строительстве на возвышенности, если возвышенности нету? Зачем? Объясните мне. Не понимаю я. Не понимаю. Давайте вот здесь вот и обсерваторию поставим. Понимаю, что это бессмысленно. Ну, вот если по логике так подумать, ставить здесь обсерваторию. Ну, да ладно. 25% больше очков исследований. Не обижайтесь, дорогие астрологи. Но когда последние 20 раз вы предсказывали, что я встречу любовь всей моей жизни, ну, получалось не совсем так. Президенте, мы обнаружили будущее. Да, будущее. Давайте мы опять закажем будущее. Будем исследовать снова будущее. Так. 57. Давайте опять похвалим этот дурацкий ЕС. Короче, что-то не видать мне, видимо, вот это вот достижение, которое я хотел достичь. Я спорить не стану, старина. Довести количество библиотек. То есть, опять еще две библиотеки построить. Ну, что ж ты будешь делать? Хоть берись, носи старые, строй новые. Ладно, ребята. Все. Я наигрался. Это, видимо, последняя серия по тропика будет, потому что уже, ну, здесь делать просто нечего. Рейтинг у меня хороший. Он практически не падает. Держится вот уже несколько серий подряд на вот этом уровне. Бабла валом. Можно еще больше заработать. Ну, в целом, да. Я сделал все, что хотел. Еще можно, конечно, было бы пробежаться по ачивкам немного. Кстати, кстати. Так. Построить более 20 плант... А, это ближайшие, да? Давайте добьем. Построим еще парочку плантаций. Получим вот это вот достижение. Самое ближайшее, потому что... Плантации, гидропонных ферм. Нам тут даже не важно, что и куда мы будем строить. Что мы? Какао. Пусть будет какао. Сейчас зафигачим здесь, я не знаю, сколько. Нам надо для достижения. Проканала две? Нет, не проканала две. Давайте еще две построим. Или там ранчо надо построить. Теперь 20. 20 ферм и 20 плантаций. И 20 гидропонных ферм. Это вопрос, конечно же. Это вопрос. Давайте еще раз почитаем. Построить более 20 плантаций, гидропонных ферм, фабричных ферм и ранчо в одной игре. Там не более 20 каждого вида надо построить. Или всего более 20? Я даже не знаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Девять, десять, двадцать, тридцать, четыре, шесть, 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 шесть. Да больше 20 уже точно есть. Всего если посчитать. Наверное, скорее всего для этого достижения нужно построить именно 20 каждого вида. Да Но в целом это достижение тоже получить не сложно Просто наштамповать их 20 штук 20 одних, 20 других и все И мы получим достижение Но я этого на запись уже делать не буду Это никому не интересно Достижение я получу в любом случае Так что Это как я уже говорил Последняя серия по тропика Я с вами прощаюсь С вами был Президенты Галактики Всем огромное спасибо что смотрели Мне на самом деле игра очень понравилась И я рад что Моим зрителям она тоже понравилась Многим Но В любом случае да Всегда наступает время Когда приходится расставаться И это время наступило Так что Всем еще раз спасибо огромное кто смотрел Всем пока и увидимся В следующей серии Какой нибудь другой игры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!